Всем привет! А у нас новости спорта. Первое командное место завоевали ивановские спортсмены на чемпионате Центрального федерального округа по Кабудо. У наших ребят 8 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград. Все это они завоевали в нелегкой борьбе. В общей сложности в чемпионате и первенстве ЦФО приняли участие 400 спортсменов из 10 регионов страны. Высокий уровень подготовки ивановских ребят подтверждает и тот факт, что уже четвертый год подряд этот турнир проходит именно в нашем регионе. На этот раз почетным гостем и главным судьей соревнований стал Николай Кузнецов, чемпион мира и чемпион Европы, который точно знает, как достичь желаемого результата. На самом деле победы расслабляют, но хотелось, чтобы они не расслабляли, потому что многие, когда выигрывают, и после уже я победитель, я чемпион, и очень тяжело, когда выходят на следующие соревнования и проигрывают. И бывает много спортсменов, которые заканчивают на этом карьеру, потому что мы проиграли. Всегда нам нужно задуматься, предъявить себе претензию идти и работать, и заниматься. Не менее вдохновляющими оказались итоги выступления Ивановской сборной по панкратиону. Соревнования прошли в Липецке. Сборная команда Ивановской области завоевала 36 медалей в традиционном и классическом разделах. Все представители региона добились права выступить на чемпионате России, который пройдет с 26 по 29 апреля в Нижнем Новгороде. Подготовка к ответственному турниру уже началась. 31 человек отобрался на первенство России. По чемпионату России выступало 5 человек, и все 5 человек тоже отобрались. Команда, вся сборная команда состояла у нас 40, по-моему, 42 человек. И вот, ну, как бы, 31 и 5. Вот такой вот результат по чемпионату и первенству. А тем временем юный текстильщик вернулся из Менска. В столице Беларуси завершился масштабный турнир «Наше будущее» среди ребят 2007 года рождения. В первенство оспаривали 36 команд из Латвии, Литвы, Италии, России, Украины. До решающего матча юные красно-черные провели 5 встреч. Обыграли рижскую футбольную школу, московскую девятку и минскую смену. Однако поражение от белорусской спортшколы «Береза» и от рижской «Суперновы» не позволили бороться за высокие места. Последний день турнира «Текстильщик-2007» играл за 21-22 место с белорусской командой из Борисова. Встреча закончилась поражением ивановцев со счетом 0-1. В Ярославской области состоялись открытый чемпионат и первенство по зимнему кайтингу – Кубок Рыбинского моря. Ивановцы на нем тоже отметились и небезрезультатно. Рыбинская земля принимала гостей из Московской области, Вологда, Череповца, Костромы, Иваново. Всего в соревнованиях приняли участие порядка 50 гонщиков. На протяжении двух дней спортсмены состязались в четырех дисциплинах – на лыжах и сноубордах, включающих курс-рейс, гонку по определенной дистанции и фристайл. Именно в фристайле удача улыбнулась ивановцу Роману Гришину. Он завоевал серебро. Даешь здоровый образ жизни! В Иванове продолжаются мероприятия в рамках проекта «Чемпион-37». Так, например, на стадионе «Текстильщик» прошла открытая тренировка по фигурному катанию и мастер-класс от ведущих фигуристов региона. Напомним, комплексный социальный проект «Чемпион-37» стартовал еще в прошлом году, чтобы привлечь внимание ивановцев к городским спортивным мероприятиям. В зимнем сезоне проекта запланировано проведение более двух десятков открытых тренировок и мастер-классов с участием титулованных ивановских спортсменов. На стадионе «Автокраны», а сейчас это стадион МБУ «Восток», ровно в 12 часов каждую субботу будут проходить открытые тренировки для всех желающих по различным видам спорта. Если кому-то будет интересно, они могут уточить конкретно, какой вид спорта будет в ту или иную субботу, записаться или просто так прийти к 12 часам и попробовать себя в новом каком-то виде. Это все, о чем мы успели рассказать вам на этот раз. До новых встреч. Пока-пока.